Это новый кот Это новый наш котик Имени пока нет Думайте, девчонки, как назовем нашего ребенка Сегодня вечером Не вечером, а где-то в обед Позвонил сначала мужчина, потом позвонила женщина Что в цеху кот С оторванной лапой И что он просит помощи В пристройстве кота Потому что он уезжает в командировку А всем на кота наплевать Поэтому он просто переживает Нашел наш телефон и просит помощи Я сразу сказала, что кота возьмем Отвезите его, пожалуйста, по такому-то адресу А буквально через час Позвонила женщина и сказала, что У них на заводе Кошке оторвало лапу И что лапа кровит И что она просит помощи для кошечки И что она просит помощи для кошечки Телефон этой женщине Жанне И телефон мужчины дала Жанне И попросила Жанночка, прошу тебя, свяжись с ними И обговори, как этих животных забрать В результате оказалось, что это один и тот же кот Это не кошка, это кот Но два человека за него волновались И позвонили в один день С промежутком в один час Потом приехал Эдик И мужчина этого кота привез в клинику А Эдик привез трех собак на стерилизацию Поэтому в клинике Эдик уже принял этого кота И дальше мы стали заниматься его судьбой сами Сначала я хотела, чтобы Жанночка Которая ухаживает сейчас за нашим Дариком Из-за смоли слепой Чтобы она этого котика взяла Но, как оказалось Жена Баркова, хирурга Сказала, что Валя, я могу подержать котика у себя До операции Пока вылечим ему вирус У кота вирус И я еще подумала Ну надо же На одном заводе кот А на другом кошка И подумала, что придется забирать Двух кошек в один день Лапа на удаление Но у кота сейчас вирус Поэтому он будет лечиться от вируса Хотя бы, чтобы мог выдержать наркоз Анализы ему сегодня сделали Дни через семь Когда антибиотики немножечко подействуют Кота можно будет прооперировать Ему главное сейчас симптомы вируса снять Сильные Чтобы можно было прооперировать лапу Ну, дней семь, я думаю, минимум Мне нравится имя Маврик По возрасту год полтора Молодой кот Как можно было прооперировать лапу Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, котика прооперировали. Девочки, котика прооперировали. Девочки, котика прооперировали. Девочки, котика прооперировали. Мы забрали дога из одной квартиры у тетки. Забрали овчарочку, такую метиса маленькую девочку. Он такая, знаешь, дворняжечка похожая на овчарочку. И забрали двух котов. И один кот был сильно разорванный боком. Рана старая, такая, знаешь, огноится вся. Мы когда отвезли его в больницу, вот, тетка сказала, что его покусала собака. Какая собака, не знаем. Просто отвезли в больницу, и когда врач начал рану промывать, там оказалась куча опарышей в этой ране. То есть рана, оказывается, была старая, грязная. Вот. В стационаре у нас кот пробыл неделю. Рану ему вычистили, все, привезли домой. А на следующий день, буквально прямо через день, у него открылся на боку опять свищ. Мы уже кота в стационар не повезли, и этот свищ мы лечим сами. Сейчас делаем ему бицелиновые блокады. Кот очень добрый, очень терпеливый. Такой молодец, котяра. Вот как раз сейчас Лиля повезла кота в стационар на блокаду. Так, девочки, ну что, котик, и продолжается овсцесс. Думали, подлечился, а он по новой открылся овсцесс. Сейчас промываю. Сейчас промываю. Ну смотри, у кота опять овсцесс открылся. Держи, держи, ставь его отсюда. Поставь его аккуратненько. Держи, держи. Вот так, держи аккуратно. Вот, рана большая зажила, здесь опарыши были, все, все, все. Это котенок, которого мы забрали вместе с догиней. Долго пристроили, а вот котенок... Ребята, дырка там, не натягивай меня. Поставь его. Вон там, там дышка как раз внутри, там, видите. Ладно, сейчас мазь введем, и все, у нас будет хорошо. У нас рано, вот видишь, и она гноится. Вон там. Я промыла сейчас перекисью. Она сранбери, шприцом промывай. Шприц набери ее, он со струей. Я с струей. Тихо. Не волнуйся, она хорошо промывается там. Ты чего это он любит? Сейчас. Потом я сбежку с вами, Колья. Ты где не лежит? Да ты красавчик такой, мамик. Да, да ты красивый. Служи драться начинаешь, да. О, видишь, как она рано летит, посмотрит за эту стеночку. И она глубокая, видишь, там. И вот этот свич никак мы не уберем. Да, и котяра уже злится на нас. Она у него стянулась как-то кусками, эта рана. А ведь он на стационаре сколько лежал? Все, а сейчас все у нас. У нас помимо стройки по-прежнему продолжается работа в приюте. Работа очень тяжелая, поэтому я очень вас прошу. Девчонки, ну оставайтесь с нами. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Давайте мы немножко, ну потратим эти последние месяцы до Нового года. Сильно-сильно вложим все силы. Девочки, пожалуйста, прошу вас. Ну давайте вложим все сумасшедшие наши силы. Прошу вас, девчонки, не выжить мне без вас, понимаете? Пожалуйста, помогите, мои хорошие. Как можно больше пиара, как можно дальше раскидываем информацию. Девочки, у нас гораздо более важная проблема и важная работа. Девчонки, это спасти наш приют. Спасти его, понимаете? У нас долг в клинике 150 тысяч. Еще в клинике долг 150 тысяч. Первое, что я сейчас начну делать после корма, это гасить клинику срочно. И подтверждать ее чеками обязательно. Это последние записи по книге, и по аптеке, и по клинике. Но это не все, ребята. Плюс еще стерилизации были, которые здесь не написаны. Вот, у нас недавно было еще 4 стерилизации. Вот эти операции у нас еще отдельно идет. Он нам считает по 3 500. Одна операция. За 4 операции, это около 14 тысяч у нас получается. Девочки, вчера еще 4 стерилизации. Илья созвонилась с врачами. Он поехал и стерилизовал. Даже пока я здесь работаю, приют продолжается. Именно поэтому, девчонки, нам так нужна помощь. Потому что мы рвемся на 2 части. На 2 приюта. Спасибо вам, девчонки, мальчики, девочки. Спасибо вам за то, что вы рядом. Спасибо вам. Спасибо.